добрый день мои дорогие у нас прекрасная погода знаете для чего для посадок чем сегодня и будем заниматься меня все спрашивали когда мы уехали отдыхать на месяц что же будет степлиться я же без рассады так вот рассаду купили сегодня с вами съездим на рынок покажу вам почем у нас рассады что глина хорошая погода для рассады потому что до этого стоял жара жутко совершенно солнце и конечно на солнце сажать просаду тепличную плохо потому что на тебя поговорить а тут как раз такая погодка знаете то что надо как духа ладно не задохнуться в общем сегодня будем сажать рассаду помоем теплицу мы купили новую эту мойку такую ну я не знаю как но автоматическую короче мойку купили покажу вам сходим на рынок посадим рассаду и сегодня будем все овощи сажать в обе теплицы маленькую большую надеюсь еще на улицу успею посадить помидоры вот такой будет выпуск у нас на рынке в александрове я приехала за рассаду помидоров собираюсь понедельник посаживать и сейчас вам покажу цены на овощи и фрукты вот видите черешня у нас по 550 но очень красиво прям хорошая такая сухая абрикосы по 350 помидоры вот ростовские по 300 огурцы вот нет прикалывать что они все пишут они все луховицкие луховицах я не знаю наверное километры пути теплицы но не могут на всех рынках продаваться луховицкие огурцы или мне так кажется редиска по 180 молодая капуста по 80 ну и тут у нас рай рассады конечно у нас точки зрения рассады в александрове потрясающий выбор вот здравствуйте мы у вас лаванду брали перезимовала у меня одна вторая нет ну это у меня да просто я не не к вам я вообще говорю вы мне обещали что она перезимовать она перезимовала мне такая счастливая вам передать не могу мне лавандочка было по 300 рублей на такие ну возьму еще будет лето длинная возьму как будет у вас еще девочки по 3 по 2 500 отдам потому что их надо две штуки брать но сорта какие-то такие почти вот это какая симпатичный какой штампик она вообще из для них сама по себе а еще на штампу сколько стоит красотка у меня знаете что было еще есть белобука была была сосна желтая на штампе мы все забрали конечно таких красавцев 15 тысяч это конкретно ладно спасибо хорошей вам торговли вон там есть герман и можно еще один огурец и вообще я пришла за помидорами и вот тыквы кстати есть сейчас я возьму кабачки и тыквы а вай баклажаны цены что-то не написано но вообще рассады бесконечный выбор ну давайте один это как в прошлом году у нас висел какой ассорт яссорт не знает то есть твоих семян то есть вы поняли на 5 у вас какие желтый красный гранова красный ласточка желтый крупный очень красный особенно кончик приплюснутый вот я возьму вот этот томат санька это я слышала мне стали хорошие да у которых мы берем семья петунии петунии попозже возьмем огурец кураж прошли не очень люблю вот это вот микады по высоте они какие пусты по коленку не подтыкать не посвятовать меня для теплицы они на не пойдут еще лучше еще урожай не вы давайте мне вот таких вот 4 не вот таких это лучше в теплице еще урожай не они не скоростные они компактные кусты можно поплотнее посадить чем большим метров 30-40 между ними компактные это не вот эти небычьи сердце высотки вот эти метров да а вот эти вот это что это сибирский скоростного тоже ранее мясистый не вы не источник ну ты каких-то вать 4 перец очень хороший уже взяли огурец герман вот мне нужно вас написано что это кураж не сиди вот мне герман вот эти что-то помидорчики это щелковские ранее а почем помидор так значит помидор у нас получилось 12 я думаю что мне хватит больше не надо а как мы не запутаемся чтобы написать огурец мне надо две штуки германа оккурты почем тоже по 50 сантиметров как и подумаешь что ли всю зиму ее выращивать то ли по 50 рублей и купить не в этом делу у нас вот у меня кто-то съел у меня съели нет я просто обычно выращиваю в этом году я не выращивала что здесь я стою примерно поэтому цветами на днях придем в будни же работаете обязательно каждый день без выходных еще капуста возьму средняя потому что мы все равно я не кладем на зиму а едим как салат и все посчитать и там у вас кабачки тыквы вот это тоже нам надо есть зеленая есть белая и тыква витаминная какой-то большая поросла советуете какую-то вы давайте две тыквы как две тыквы витаминная дает мне напишите тоже пожалуйста и два зеленых кабачка давай цукини в смысле давали до 2 давайте ободку чих как раз мне не надо у меня есть четыре матчика нет мне давайте вот либо альбу давай давай даже 5 штук тоже по 50 она или нет ну по дороге я вам делал по все закупка произошла баклажаны сейчас беру конфетка россиян аромат вырастет расскажу вам что получится так и баклажаны баклажаны у вас я видела да вот у соседей алмаз алмаз вот алмаз наверное возьму баклажаны дайте пожалуйста баклажаны почем вот эти не два алмаза вот пожалуйста таким жарким летом на которые рассчитываю к возьму томат монгольский карлик для открытого грунта дайте мне тоже сколько там вас кассета вот давайте попробую вдруг что вырастет у меня в открытом грунте вот и сельдерей черешковый тоже надо взять ему ну все мы закупились всеми овощными культурами которые мне были нужны вопрос мне все задают кашу помидоры огурцы будут конечно будут вот так что теперь будем с вами все выращивать на неделе съездим накупим еще цветов однолетников тоже поскольку и без раскладовое творить у нас есть еще и мебель проталить то однолетники тоже все куплены только острая в теплице высадила все остальное нужно покупать глаза разбегаться вы не представляете каких усилий мне сейчас стоит не бросаться все это покупать вот потому что еще жарко сажать некуда в машине места уже столько нету мы еще за продуктами приехали вот еще хочу теплицу мне надо помыть выбор конечно просто колоссальный да так что теплицу по моему купили мойка высокого давления наконец-то я перестану мыть руками и шваброй так что сейчас проведем испытание мойки и потом я выслужив все в теплице я хочу сам покажу расскажу теплицу будем мыть до тебя какая-то модная розетка че такое а я нашел тоже такую штуку где розетка и вилка стыкуется так чтобы знаешь да причина когда мы например на садовой технике пользуемся и это часто вилка вот так выскакивает потянешь особенно таких как я вот эти вот контакты постоянно потом греется и все выходит из строя оказывается есть вот такие тоже продаются фиксируешь и все никак она не отсюда не выскочит а это прямо на удлинители так да какой-то замка резину с удлинителем но можно и без удлинителя есть такие прямо не продаются тоже интересно разблокировала можно делать самому но я купил конечно она была здесь вот с этим запаян ну ладно давай мне уже не терпится наш новый мойщик в деле послалить мы мощи наши отлично буду дели включаешь мы купили друзья новый мойщик видишь такая мощь вот он ничем понравился что мощный 2200 ватт давление 180 создают это видите марка дензел у меня этой же марки ножницы электрические которыми траву стригу и мы когда выбирали ну вот один из вариантов был вот этот но так как я очень довольна этими ножницами вы взяли этот бренд и по мощности ты его выбирал и давление 180 это давление у него 80 бар давление 2200 это ватт это мощность для своих для своих технических характеристик и надежности он самый выгодный доме и на этой привлекло внимание так вообще он очень удобно сейчас я покажу вот выключил ага он простой да сборки он вообще никакого обслуживания требует элементарно тут все соединяется раз нажал да нажал покажи еще раз но вот вот здесь такие пазы есть видишь насадки они отделяются книгу в комплекте еще две насадки 1 для пены 1 для такой еще более сильной чистки а это и и скажем основное вот так нажимаешь сюда и поворачиваешь также как насадки меняются да да потом здесь то же самое фиксируется вот это же провод высокого давления здесь вода видишь написано 200 бар то есть если у него видно тебе 200 бар до у это провод высокого давления вода здесь идёт таким давлением и все это надежно сделано максимальная выдает вам 180 с запасом а соединяешь вот так элементарно вот это нажимаешь тоже все фиксируется чтобы все соединения были надежными вот раз нажал и отсюда вы пришел и он подсоединяется к дому шлангу это да прям садовый шланг в окно вот что дойдет будет отлично известно меня вот это вот это для того чтобы молни что не фиксирует мне вот этой фирмы очень нравится качество от всех самих деталей газон и кости щек ручной он просто неубиваемый здесь также вот предусмотрена вот эта штука она регулируемая вот если ты увидишь и пинешь и да это разная другое когда разную струю можно сделать хоть например минимально она будет такая как дымка вот так расширять душу нам будет бить больше струей такой надеть может что-то очистить посильнее лучшим короче вот это тоже регулируется вот это если назад откручиваешь вот так назад давление само максимальное вперед минимальное из для пены вот так тоже можно а септик ты еще до собирался и а вот септик я буду думать потому что он хорошо отмывается в когда к нам приезжал мастер он чистился пикажем думаю он числом этим мотор высокого давления мгновенно очищал видишь это 1 2 вот это хорошая все надежно мне что понравилось фиксируется здесь тоже самое также фиксируется вот видишь тоже фиксатор это для пены максимально как-то там наливается бачок пена вот здесь вот бачок это можно же не только наверное пену наливать а например моющие средства то я мою йодом например но еще средне для него специальные есть хозяйственным для всех моющих вот этих аппаратов есть специальные средства ими пользуются вот и все те кто экспериментаторы может быть может пользуется всем подряд но желательно использовать то что в инструкции есть да мне нравится что прям сюда шланг ведь стадовый воткнулся если разъем все в комплекте понимаешь сейчас я открою чтобы ты увидел но это наш шланг он обычный с коннектором а здесь уже в комплекте шел коннектор закрутил присоединил только свой шланг подключай и все даже даже вот этот коннектор шел в комплекте но мне он не нужен для шланга вот с прокладкой все надежно с фильтром закручивающего закручивать надо как говорится не сломя голову без без инструментов только рукой усилия нормально сделал что протечек не было никаких но все готово ну вот точно так же нашла подсоединяюсь или например шланг из этого как он называется водопроводный у кого у нас он садовый или колесиках она удобные перемещать да и ручка по высоте регулировать ручка регулируется вот пожалуйста раз кнопка здесь друзья мои легкая я пробовала нужно было такая вот сказать вот за что не возьмешь все приятно взять мощные надежные колески приличные а около 15 тысяч 14 600 когда выбирали начну цена для вот его мощный линейка кстати мойки до мойки высокого давления у них же 4 штуки разных этот самый мощный но есть еще такая же модель но у него вот я купил один а у него удлинитель вместе с этими не увидите шланг с катушкой то есть еще здесь шланг намотать катушку ну по сути дела ну как сказать я и без катушки могу вот здесь повесить например с дня вот так сейчас вот отжимаешь его всем не выключены вот отжал кстати когда как сбросит данный а у меня потому что этот подключен и да и все лишь нет ничего не так вот шланг может уже оценить например здесь например у меня вот там есть это как удали проволочку все аккуратненько короче собрать и убрать его каморку да даже не в каморку здесь можно закрепить нет я имею ввиду потом сам мощи вот веришь и да но у него прям пластик такой знаете надежные действительно можно для этой цены писать какие соединения классные вообще 15000 для такого надежного и мощного прибора и скажи что это такое ты вот умеешь выбирать то тогда смотрищик на мотор не выбрал сюда можно наеду да просто также у него провод 7 метров у кого-то там например не требуется удлинитель может даже не потребуется огня нам надо да купили мы его на официальном сайте дензел я не помню честно как он точно называется но можно набрать в интернете официальный сайт модель r 180 у нас в общем мы очень довольны отлично самое главное мне знаете нравится что все очень просто я если что могу сама потом можно этот наш дворик подиум помыть вот этим а потом я даже видела на одном канале а хвою хвойные растения старую хвою вычищают вот эти мощи сначала даже перед тем как включать его нужно можно даже нужно по инструкции вот эту раз блокируем проверяем вода вообще идет огурец даже без включенную продолжаете если все идет нормально исключено она просто без давления идет он кстати может использоваться еще он не только от водопровода в бочку тоже кидаешь ну точно так же шланг там инструкции написан вариант когда он может сам тащить воду из бочки и точно так же но это круто это у кого до провода нет у нас давление есть водопровода еще можно его даже использовать без давления это вообще классно вот такой вариант есть но у нас он пока не нужен ну еще в инструкции написано что не надо ближе 30 сантиметров на верность и да и не не держать в одном месте надо водить потому что тоже на очень сильная воздействие самое главное сейчас за сеткой мне валер помоет сейчас будет такой как бинта тоже попробую меня туда развернись туда вон разверни в угол попробовать то можно и в угол и и вот мы решили бы ухаживать за нашей туи смотрите там центре вот если так открываешь вон что творится видите старая хвоя вот это надо все вычищать для того чтобы она дышала я великий садовод я особо никогда не вычищала ну вычищала когда она маленькая была вот сейчас она уже такая большая и это конечно ее очень освежает и дает ей силы расти дальше у нас такой модный прибор но и сделаем а а а а а а а а а смотрите как после прочистки становится вот видите здесь все чистенько выпадает это хвоя вниз и летит и таким образом не будет болезней там воздух будет вентиляция и надеюсь что она будет лучше расти от этого такое супер очищающее дождевание происходит все ли можно простить и оправдать что правильно плыть по течению или слушать себя свои желания стремиться к счастью в нашей жизни есть разве только любовь мужчины и женщины а любовь к ближнему а любовь к себе а терпила кто-то назвал ее терпилой а другие сказали что она просто любит настоящей любовью который меняет все вокруг на протяжении романа герои меняются совершенствуются я как автор дала шанс своим персонажам и прошу своих читателей не делать поспешных выводов ведь не бывает идеальных людей и мир не бывает только черным и белым у каждого есть свой ангелок и чертяка ваша Даша Муляр и мой новый роман Игры с небом составьте свое мнение сажать будем сегодня в большую теплицу как я уже сказала помидоры у меня там будут разные сорта я купила потом вот здесь я собираюсь посадить капусту цветную капусту обычную и помидоры тоже вот и маленькой теплицы тоже надо вот это все безобразие оттуда убрать склад ответственного хранения будет у меня расти 2 баклажана но я решила что больше нам не нужно и когда они загущаются то плоховато они растут короче не мешают друг другу и 6 перцев перцы тоже в этом году вынесут в большой теплице там они у меня в центре росли хочу их посадить маленького здесь контролер тут как тут тут как тут этот контролер пришел ну да это же пузянство такое пузянство давай пойдем нести рассаду мур-мур у нас вовсю цветут ирисы зацветают пионы гуляют коты пиончики уже начали прям распускаться буквально первые первые такие самые вот этот у меня очень красивый первый год вот так зацветает активно несколько у него бутонов такой он знаете прям темно-темно бордовый какой-то капитан какой-то называется не помню это вообще не знаю что за сорт это ранние пионы но видите они в этом году зацветают практически одновременно с обычными вот такое лето у нас удивительно вот а это белые пионы тоже был у меня маленький кустик два года назад и вот в этом году первый раз вот он такой высокий прям самый высокий у меня и очень много у него соцветий вот слива наша которая вымерзла в эти морозы весенние вроде начинает видите вот отсюда поросль пустила в общем пока ничего не пили мы ее ждем может быть выстрелит откуда-то еще почка вроде я видела где-то вот здесь на стволе была зеленая почка так что надеемся что все будет с ней нормально жалко ее удалять такую хорошую сливу первым делом вот подпалю я вот эту грядку ну подпалю знаете звучит как будто я ее подожгу ну с контролером у меня все нормально получится и сейчас посажу сюда цветную капусту и обычную капусту купила я на рассаду вот и замульчировать опилками собираю сейчас вам покажу что я добавляю в лунку у меня очень хорошая получается цветная капусту вообще великолепная тоже уже два года ее выращиваю показываю вам я думаю что кто смотрит в выпуске помню здесь у меня кориандр сам посеялся а у меня кстати тоже прорастает у меня сорняк вот видите пристраиваться тут о между плиткой плиткой компоша ну что я сюда наступлю видите мою кисточку так кисточку мамина я вот видите в медицинских перчатках ну плотных синих мне кстати это посоветовали в садовом магазине так все вроде у нас грядка готова можно сажать можно сажать вот так да да пойду за росами так вот это у меня цветная капуста а вот это обычная давайте будем сажать цветную все сейчас вам покажу какую лунку делаем капуста любит питание бояться этого не нужно поэтому первым делом я добавляю green life для овощных культур это органическое удобрение которое содержит все необходимые микроэлементы аминокислоты вкусненько и полезненько так дальше дальше у меня кстати баклажаны я буду с такому принципу сажать тоже добавляю туда всего щедро баклажаны и капуста вот доломитовую муку обязательно чтобы не развивалась болезнь которая грешит капуста это на парнях какие образования яичную скорлупу и у меня еще вот рыбная мука вот это все яичную скорлупу рыбную муку это я все покупаю в магазине для сельхоз животных где корма продаются вот и еще мясо котную муку вот такой вот у меня получился вкусненький миксик для капусты и на этом органическом здесь все видите органика на этом органическом миксике будет у нас прекрасная капуста берем капусту опускаем закрываем сейчас посажу у меня их 6 штук и замульчируем опилками грядку все капуста говорит нам спасибо я вот видите выпала в мокрицу что хочу вам сказать ее очень важно хотелось бы выпала до того как она зацветет потому что если она посеется то из одного пустяка у вас сразу станет на несколько сотен а то и тысяч вот поэтому она распространяется со страшной скоростью вот ее нужно вот так вот видишь с корнями потому что казалось бы такое безобидное маленькое растение на самом деле жуткий совершенно агрессор распространитель я в прошлом году ее чуть упустила видите у меня чистая грядка вообще ничего нету потому что она нацепная это как называемые локальные грядки когда мы делали сначала картон вниз потом грядки ставили потом землю насыпали грунт покупной здесь у меня из мешков потому что у меня суглинок и так само по себе ничего не растет вот здесь видите какая хорошая земля и насеялась в прошлом году это мокрица сейчас надо ее обязательно всю выбрать иначе она уже засветает потом от нее вообще не избавишься поэтому вот вам мой такой совет из опыта это я тоже где-то услышала так знаете думаешь ну потом сделаю вот желательно это сделать пораньше особенно она любит жить в салатах в руколе там потом не знаешь что у тебя растет мокрица или рукола хотя кстати некоторые говорят что они мокрица едят а еще знаете что хотела вам сказать у меня в предыдущем ролике где я в платье в огороде лук мульчировала мне стали писать что я в одном и том же платье на пляж хожу ну типа в люте и в огороде работаю что это за безобразие что надо переодеваться вы знаете у меня действительно есть одежда как и у всех какая-то более нарядная да у меня есть новые платья отели я вам показывала дизайнера у них я конечно в огород не пойду но мне например удобно в огороде у меня это такие легкие летние платья в них удобно и на пляж сходить в огород потом постирать можно вот видите у меня новая куртка новая потому что старая порвалась такая синяя у меня была ну ничего вот я сижу вне в огороде сегодня я буду в ней работать посмотрим какая она будет к концу вечеринки это же тоже зависит от аккуратности человека я не говорю что я какая-то мега аккуратная нет я такая хрюша но тем не менее ну а потом сейчас вещи современные машинки у нас стиральные просто стирал все чистое поэтому мне кажется что в хороших вещах ну как бы приятно жизнь одна что их там куда их хранить то вот некоторые знаете в огороде грязном потом платье берегут на работу джинсы надевают с рубашками с футболками типа это все будет на выход а выход вот он здесь и сейчас вы же выходите у вас соседи родственники да вообще на себя в зеркало посмотреть ну почему нельзя потом постирать я не вижу честно говоря никакой проблемы поддерживаете вы меня в этом или нет я сажаю помидоры помните такая песня я сажаю алюминиевые огурцы на каком-то там поле ну алюминиевые огурцы конечно не сажаю сажаю помидоры значит сажаю их в теплице в старую мульчу я мульчирую травой у меня обычно большой слой травы и вот у меня старая трава вот она видите тут лежит соответственно вот она наша корка еще сейчас когда будем поливать корка размокнется в общем делаю отверстие в корке и сажаю помидоры а сверху буду мульчировать опять же свежей травой свежая трава профилактика фитофторы и потом она превращается в прекрасный грунт в этом году я помидоры в лунку кладу только рыбную муку и яичную фрукту больше ничего потому что на мой взгляд у меня и так жирный грунт тут и в прошлом году у меня помидоры жировали в общем даю только кальций и фосфор поэтому думаю что будет этого достаточно все остальное возьмут из грунта тем более что я говорю он тут прям очень такой хороший это вот у меня видите я посадила черри по моему поскольку красота сами знаете рыночная то я не особо помню где чего это вот у меня дубок я как бы точно определила что это дубок и вот этот дубок у меня идет вот 4 штуки у меня дубка вот видите какая у меня тут порка вокруг разламжила опять же по практике предыдущих годов потом все это перегниют уйдет в землю вот сейчас полив когда будет свежая мульча сверху но кстати вот мне знаете некоторые говорят что у них под мульчи травяной заводится слизни потому что вы ее неправильно кладете вы ее кладете мало поэтому у вас заводится чтобы там не производились никакие слизни мульчи должно быть сантиметров тридцать и это должна быть горячая трава ну в смысле свежая трава вот вы покосили на зонокосилкой оттуда взяли и эту мульчу выкладываете 30 сантиметров соответственно трава начинает как бы греться гореть ну потому что она свежая треть она начинает и все слизни ваши там умирают никаких слизней нету под мульчей вот вот такая под мульчей получается но это на следующий год некоторые убирают вторую мульчу я один год тоже убирала в прошлом году я не убирала она вся гнила за сезон ее уже и не было вот поэтому помидорам будет на мой взгляд отлично ну и соответственно у вас этот слой травы 30 сантиметров выложили он у вас там перепрел сверху подсох внизу он преет там белая плесень появляется ничего страшного это как раз наоборот полезная нам плесень и потом в следующий раз кости опять кладете слой травы и очень хорошо так получается никакой питофторы нету и помидоры растут прекрасно ну во всяком случае у меня такой вот да и цеплицу я держу все время открытой несмотря на то что у меня вот здесь вот гусцы вот я цеплицу держу там открытой форточку а тут открытой дверь все время и тогда вот у меня первый год только была питофтора при такой посадке потом питофтора никакой уже не было вот вот ну сейчас досажаю тут помидоры здесь у меня значит 4 дубка а там у меня микада и на обратной стороне у меня сибирский торт называется вот и после этого пойдем сажать перцы с баклажанами в маленькую теплицу ну и будет у меня тоже огород вот несмотря на то что у меня и рассада не своя ну посмотрим что из всего это получится сказала она ломая корку травы вот так органическое земледелие у меня тут видите все мои дорогие с томатами я закончила у меня в результате 13 корней томатов здесь у меня значит черри дубки никада вот вот забыла тяпку обнаружила что забыла тяпку и здесь сибирские вот и еще пять штук в этом грунте и огурцы у меня тут тоже пока 4 штуки но у меня вообще много наверное оставлю 3 но посмотрю в общем середине у меня два чайповских два чайповских и герман один герман второй вот с этим короче закончила кстати по поводу мульчи еще хочу вам сказать вокруг помидор можно класть свежую траву в принципе особенно если они уже такие заматеревшие большие томаты не страшно они не горят от нее но при желании если переживаете можно сантиметров десять кружок вокруг ствола томата не обкладывать а вот вокруг огурцов нужно или пластиковую банку поставить ну бутылку пластиковую большую берете срезаете дно и вверх ну вот такой получается стакан без дна и ставите вокруг огурца и мульчук кладете вокруг потому что у огурца травянистый стволик и он от горячей травы может пригореть ну и как бы не будет огурца вот а так вообще огурцы такое мульчирование горячей травой тоже очень любят но не горячей а сырой свежескошенной травой которая начинает преть и становится горячей и часть мульчи вот которая прям совсем кортой здесь была я пробовала руками где-то я ее сняла и смотрите этой мульчи замульчировала мульчи замульчировала я гений вот вот видите я здесь посадила сельдерей и вот как раз эту корку разложила чтобы у меня вот видите какая корка из старой травы чтобы у меня тут в церлинфине растлили и тоже не пересыхала вот так что здесь вот будет у меня стеблевой стендерей вот такой вот замульчированный этой же прошлогодней мульчей плажаны с перцем я сажаю в мою маленькую теплицу забравку делаю такую же как я делала для капусты ну кроме доломитовой муки взливаю всыплю костную муку рыбную муку и яичную скоровую в общем-то и все так говоря я уже так устала вообще потому что попутно кроме того что я вам показываю еще знаете сделано куча всего прополдут еще несколько цветников походу там 10 деревьев сажала там тоже естественно нужно было пополоть но вообще знаете когда посаду перемещаешься находишь много всяких интересных мест которые требуют твоего срочного внимания в общем так оно и происходило где-то полила где-то подполола вот такая сперия так где у меня салут начинаем с перцев ничего такого нету я тут пролила сначала предварительно хорошенько в грядку перца тоже не знаю какие-то сорта вот этот вообще даже с перцем ну а увидели как на рынке это происходило поэтому знаете уже что вырастет вот вырастет да итоги сегодняшней вечеринки тут все посажено теплицы все помыты реально крутая вещь этот мощь смотри какая прозрачная тепличка учитывая что она еще не до конца высохла капуста посажена замульчирована опилками еще утром я ее припылю табачной пылью сюда видите у меня в теплице салаты растут я сюда еще салаты пересадила вот и сюда еще пару салатов подсадила здесь у меня видите зелень буйно полосится потом еще высадила лук батун эту грядку еще до конца не подполовала видите перед цветами идет ряд я туда обычно тоже что-нибудь подсаживаю вот батун подсадила из рассады лилия с луком батун видели когда-нибудь вместе вот 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 ну и вот эти вот кашпушечки у меня еще и соответственно вот здесь у меня сельдерей дрову брать прополотую тут у меня матиола кстати тоже смотрите как хорошо пошла ну и тепличка все комары уже хотят меня съесть на сегодня на сегодня наверное наверное я уже поднадоела что хочу сказать на мой взгляд седоводство это конечно дорогое хобби ну вот в том виде в котором во всяком случае у меня это происходит то что мы делаем оно конечно ни в какое сравнение не идет со стоимостью подобных купленных продуктов да тех же помидор и тех же огурцов но это еще раз повторюсь именно хобби тебе приятно вырастить и съесть то что у тебя выросло а для того чтобы оно выросло приходится применять различные аграрные приемы которые мы с вами вот сегодня наблюдали которые мы с вами делимся поэтому пусть у всех все растет пусть вредители у нас обходят стороной вот ну и хороших вам урожают мои дорогие так что касается куртки я конечно перепачкалась но в принципе видите вот здесь вот я вся чистая только рукава потому что много полола вот ну сейчас все это сниму и положу в стиральную машину зато была яркая нарядная и красивая и мне было приятно так работать ну а надеюсь вам на меня смотреть с вами была Таша Мулер до новых встреч на канале пока пока